МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На своей странице пользователь Виктор Бурдин, алматинский журналист, выложил пост с историей, как водитель новомодного таксизаказ принял, а сам на место вызова не явился. Зато с пользователя списали деньги якобы за отказ от поездки. За все это благополучно списалось 400 тенге, пока виртуальные, подарочные. Сотрудник Юбер в соседней ветке написал, что проблемы при запуске неизбежны, и бесплатные поездки в первые дни нужны, в том числе и для того, чтобы проблемы эти решались не за счет пассажиров. Здравая мысль. Надеюсь, скоро сервис будет работать нормально. До этого на сбой приложения и отсутствие авто практически во всех районах города жаловались большинство фейсбукчан с алматинской пропиской. Правда, уже на второй день, по всей видимости, ситуация наладилась. Некоторым даже посчастливилось проехать бесплатно, потому что Юбер дарит первые пять поездок безвозмездно на автомобилях комфорт-класса. Рассказываю, как это было. Машину вызвала в прайм-тайм. Пятница, 9 вечера. С первой попытки приложение сообщило, что свободных машин нет. Через минуту я попробовала еще раз, все получилось. Автомобиль чистый, без посторонних запахов. Водитель приятный. Сообщил мне, что выехал сегодня первый день, я у него третий. И без живых денег работать непривычно. Мне было тоже непривычно, но однозначно удобно. Наконец-то не надо бегать по ближайшим магазинам в поисках размена. Пугает пока сетевиков заявление представителей сервиса о том, что за пассажира в случае аварии или другом происшествии ответственность несет не организация, а лично водитель. Что только раззадорило комментаторов новости о появлении альтернативного существующим перевозчикам таксопарка. Я же говорю, Юбер не отличается от обычных бомбил. Также не знаешь, кто приедет и как отвезет. Вот вы пиарите Юбер. А на самом деле, хотя бы для начала, компания должна нанять адекватных водителей. Это знаете, когда реклама бежит впереди паровоза, а на самом деле все очень раздуто. Попробовала Юбер. Водитель не приехал, еще и нагрубил. Писала отзыв, но все безрезультатно. Все плюсы Юбера аннулируются отсутствием возможности предварительного заказа. Юбер по миру наиболее дорогой из аналогичных сервисов. Часы пика не включают спецкоэффициент один к полутора или один к двум. Пока ни один друг не смог найти такси через Юбер. Чем больше я это читаю, тем меньше мне нравится Юбер. Первым клиентом Юбер в Алматы стала всем известная основательница благотворительной организации Дом Оружан Сайн. Правда, у нее самой, для всех казахстанцев, в целом были свои, более важные новости. В своем аккаунте в Фейсбуке Оружан разместила информацию о появлении в Казахстане первой базы детей-сирот. В базе 1360 детей. Это детки до 10 лет. Остальные дети, как нам пообещали, будут добавлены до 1 августа. Там есть вопрос о согласии детей старше 10 лет. И мы договорились, что будем делать по этому поводу запрос в Генеральную прокуратуру. В базе пока есть свои недочеты. Разработчики просят набраться терпения, так как сервис запущен в тестовом режиме. Но терпение это не про комментаторов в интернете. Тем более, что казахстанцы привыкли реагировать молниеносно. И, как показала сеть, были услышаны. В Министерстве образования и науки обещали все исправить. Обратная связь есть, а значит, дело двинется, говорят в соцсетях представители ведомства. Тегнуть надо меня. Спасибо за обратную связь. Исправим. И про первые шаги тоже верно. Мы запустили в пилотном режиме, чтобы все ошибки до января исправить. Как вы знаете, мы должны были выложить базу только в следующем году. Но по просьбе общественности запустили сейчас. Обкатаем, исправим ошибки. Надо сказать, что над тем, чтобы такая база данных в Казахстане в принципе появилась, общественники во главе с благотворительными организациями бились давно. И, конечно, в этом вопросе единого мнения о том, стоит ли публиковать фотографии и характеристики детей или нет, вряд ли будет. Но на дворе 21 век и проблема детей-сирот тоже существует. Да потому решать ее всеми возможными цивилизованными способами стоит. Что касается самой базы данных, то, как пишут большинство комментаторов в сети, начало есть, а доработать можно всегда. Если вам есть, что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте 24КЗ. До встречи в эфире и в Казнете! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!